Медиагруппа «Авангард» представляет Я ИБшник, соответственно, работаю в этой сфере уже больше 20 лет. В лаборатории я уже 15 лет. У меня есть несколько благодарностей за Zero Day и патенты, но в основном я занимаюсь тем, что, когда общаемся с людьми из этой тусовки, меня все знают по этим английским буквам – DeFear и REMA. То есть я тот человек, который занимается студентно-техническими экспертизами, я тот человек, который делает Incident Response. Ну и, собственно, REMA – это Reverse Engineering Malware Analysis. То есть если вы мне дадите файл, я вам скажу, что он делает. Если вы мне дадите жесткий диск, то я вам расскажу, как пользователь на какие кнопочки в какие моменты времени нажимал. Ну и, собственно говоря, учитывая, что во время респонса нужно, например, изымать жесткие диски, то приезжая по адресам, я тот человек, который знает конкретные компьютеры, как их найти, чтобы уже отверткой вытащить жесткий диск и, собственно говоря, начать форенсику. Собственно говоря, это уже не первый раз я выступаю на данном форуме, и обычно я рассказываю какие-нибудь прикольные истории. Соответственно, в этот раз я попробую, несмотря на то, что тема SOC, я начну с того, что происходит в фоновом режиме, то есть как вообще лаборатория со своими сенсорами во всем мире видит ситуацию с инцидентами, а потом начну показывать уже статистику по реагированию инцидента и буду рассказывать уже конкретные истории, живых примерах, как работал SOC, как SOC компании, как работал, например, SOC, которую компания рядовала. Ну и, собственно говоря, я как чемпион был инцидент-респонс, расскажу, что там было-то. Это очень прикольная история. Ну такая, сказки шихрезады будут еще в конце. Итого, у меня есть три темы. Статистика, обзор атак и сложный случай. Есть один, расскажу про рекомендации, но я бы, честно говоря, оставил бы рекомендации, чтобы вы для своих компаний сами их придумали. Итого, статистика. У лаборатории Касперского есть такая штука, которая называется Касперский Security Network. Это наше облако. Соответственно говоря, 400 миллионов компьютеров при обнаружении какой-то вредоносной активности, файла, фишинга, урлика, неважно чего, они присылают маленький пакетик. Так вот, за 2019 год только почти 20% наших клиентов прислали такие пакетики о детектировании. То есть, если лет 10 назад на территории России этот процент был 75%, то сейчас это около 20%. Учитывая, что это большие данные, большие числа, то считайте, что шанс у вас встретить вредоносный файл в интернете в 2020 году – это только 20%. 10 лет назад это было где-то 75%. Если говорить о том, какие еще падения произошли, то они все на слайде, количество IP-адресов, доменов, которые все входят в IOC, в FID и в Thread Intelligence, они тоже уменьшаются. Единственное, что увеличивается в показателях – это количество уникальных файлов. Вот оно растет. И учитывая, что первый тренд уйдет на уменьшение, то есть IP-шников и доменов становится меньше, то количество уникальных файлов становится больше. Это то, что как раз Дима рассказывал, то, что стейджеры, лодеры, вот они используются только один раз. И это на этих числах видно. Если говорить про какие-нибудь такие большие истории, то есть атаки с целью кражи денежных средств у физиков, у юриков, то такие цифры тоже идут на спад. Количество ransomware атак, то есть блокираторов, которые требуют выкуп, тоже идет на спад. Еще если показывать про карты, то обычно Россия светилась на этих картах, на подобных картах очень ярким красным цветом. Сейчас, за 2019 год, это уже не так. Соответственно, есть страны Европы, и я потом буду рассказывать подробнее, где уже цвет изменился на красный, и где шансы встретить вирус уже более чем в нашей стране в два раза. Это Европа. Если говорить про цифры, которые мы видим с другой немножко стороны, то у нас есть, соответственно, возможность видеть злоумышленные сессии, ну, сессии злоумышленников во время их работы с браузером. Ну, то есть, когда известная история, когда телефонные мошенники, например, звонят, и социальная инженерия представляет службу безопасности банка, регуляторам, неважно, пытаются узнать вот там смс-ку. Есть истории, когда при этом они просят поставить TeamViewer, или там AmyAdmin, или какой-нибудь такой, который не является вредоносной программой, но при этом позволяет удаленно использовать компьютер. Так вот, когда они заходят на сайт банка, мы можем это видеть, что да, компьютер все тот же самый, пользователь все тот же самый, но этот компьютер сейчас, из-за того, что JavaScript себя ведет немножко по-другому, там кое-что меняется, когда браузер работает через TeamViewer, мы можем видеть, что сейчас количество, то есть сейчас возможно будет происходить хищение денежных средств, потому что одноразовый пароль будет известен злоумышленникам с помощью методов социальной инженерии. Ну и, собственно говоря, что мы еще видели, что порядка трех процентов сессий, онлайн-сессий, которые мы детектировали, это как раз были подозрительные сессии, связанные с тем, что одно и то же устройство, которое мы по фингерпринту посчитали, оно имеет доступ к огромному количеству счетов. То есть одно устройство, разные учетные записи, разные физические лица, зарегистрированные в финансовой организации, но при этом устройство физически, оно одно. И это может быть там что мобильный телефон, что просто браузер. И теперь говорим про как раз выезды. За 2018-2019 год статистика примерно не изменилась. То есть мы в основном, естественно, путешествуем по России и по странам ближнего зарубежья, при этом у нас есть заказчики, как бы не радовались, у нас есть еще заказчики в Северной Америке. Аллилуйя. И в основном выезды приходятся на госучреждения, на финансовые институты, ну и так далее, на индустриальные системы и так далее. Если говорить про то, что почему у нас вызывают, что за инцидент произошел, что пришлось вызывать такого человека, как я. Атаки шифровальщиков, обнаружили подозрительный файл, обнаружили подозрительные DNS-запросы. То же самое, что сок находит, и то, что не может обработать по некоторым причинам. Они вызывают как раз инцидент-респонс-тим, чтобы помочь в этом разобраться. Если говорить про всякие истории про атаки карбонакеров, или если говорить про атаку на юридических лиц, то всякие истории про РТМ, то это где-то около 11%. При этом, если мы говорим про источники, что есть у нас то же самое массовые истории про шифровальщиков, есть очень прикольные истории про АПТшки, есть истории про финансово мотивированных хакеров, то пирожок выглядит таким вот образом. То есть есть такая штука, вот эти прикольные 3%, которые в центре. Вот как вы думаете, что это? То, что АПТ шифрует и крадет деньги. Вот знаете название АПТшки такой? Ну есть такая АПТ, которая шифрует, ворует деньги, и при этом является состоит спонсором АТАК. Лазарус какой-нибудь. Правильно, да, это он и есть. Собственно говоря, наши корейскоговорящие люди, вот они как раз попадают вот в эти 3%. То есть на инцидентах они и одно делают, и доворуют данные, и деньги крадут, и шифруют. В общем, делают, что хотят. Если при этом говорить про источник, как инцидент, с чего он начался, то статистика выглядит следующим образом. Самое популярное – это просто слабые пароли. При этом есть крупные, например, отечественные, очень крупные финансовые организации, у которых есть подрядчики, и эти подрядчики, например, у них стоит свой РДП-сервер. Ну, то есть какой-то удаленной рабочей станции, они там подключаются. Ну, и если на этом подрядчик установил на этом РДП-сервере пароль, пароль, то это хреново. И, соответственно, большинство таких случаев, когда большие организации нас нанимали, в основном все сводилось к простым паролям. Есть еще прикольные, вот в самом конце списка, есть использование физических атак. Это те самые подброшенные устройства, то есть лантартл, башбани, которые мы находили прямо в офисах. То есть около 6% случаев мы находили как раз вот эти самые устройства. То есть когда уже, не то, что там Red Team, а там уже такой кавер-опс, такие были люди в балахонах с цветами, ходили по офису. Кстати говоря, очень прикольно, у нас был кейс в прошлом году, где нам пришлось самим одеваться в доставку Яндекс.Еды, чтобы не привлекать внимание. Ну, нельзя же знать сотрудникам рядовым, что инцидент, да? Ну, тяжело не знать, когда ты приезжаешь с рюкзаком, у тебя здесь, значит, оборудование для судебных, технических экспертиз, тут у тебя, значит, там бутылка, водки, коньяк, вот это все. А тут все положил, значит, в рюкзак Яндекс.Еды. Ну, идешь. Правда, у нас был один случай, значит, ну, так, ну, то есть, чувак в костюме доставки, вот он идет, а за ним идут два безопасника. И там была девочка, одна секретарша, она так посмотрела, так, что происходит? Неужели шефу не понравилась еда из Макдональдс? Я не знаю, но картина, вот такая картина была. И вот мы доходим до замечательных сказок Шехерезады про сложные случаи. Сегодня уже говорили о том, что в основном эти, есть рассылки, и в рассылках это то, что вы предлагали, да? Хорошая идея была предложить Центробанку рассылать вредоносные файлы. У меня есть парочку. Если надо, говорите, да? И, например, в России у нас инцидент в финансовой организации был только один, именно связанный с рассылками. А если говорить про страны Западной Европы, например, там было их масса. То есть у нас уже как бы все к этому привыкли, а вот на Западе это в новинку. И у нас были там прям очень крупные банки, прям международные, там прям всех знают, и у них, значит, вот что-то пошло в некоторых отделениях не так, что вот рассылки сработали. И, опять же, нужно понимать, что все самые крупные группировки, что те же Сайленцы, что Карбонаки, Финсевены и так далее, они все эмигрируют в другие страны. И то, что мы там, опять же, показывали статистику по выездным мероприятиям, то если я покажу статистику только по финансовым организациям, то оно все уходит на Запад, уходит в Европу, уходит в Африку. Такой же тренд, ну, например, так же Сайленс в Африке. У нас был, соответственно, пресс-релиз на эту тему, и целью, а так было, это, собственно, банкоматы. Очень прикольно, при этом могу рассказать историю, как при этом злоумышленники пытались прикрыть свой гульфик, чтобы получить контроль над банкоматом в Африке. Это реально проблема для них была. И отдельная проблема была с кассетами. Потому что, ну, вы знаете, соответственно, есть банкомат, в него можно загрузить там рубли, доллары, евро, да? Соответственно, банкомат, когда выдают деньги, должен знать валюту. Как она? Еур, рур. USD и так далее. Так вот, у них была проблема угадать, как валюта называется африканская. Ну, то есть, а там, ну, ну, не марки же там, а какой у них код, а как это в банкомате запрограммировано. И у нас было несколько образцов предоставственных программ, которые отличались только одним. Это вот вариантом, названием местной валюты. Если говорить про там индикаторы компрометации, ну, здесь мы в основном просто говорим про просто про детектирование, то есть, как видят продукты лаборатории Касперского. И здесь, да, тут в основном будут эксплойты, то есть, поднятие привилегий, более-менее стандартные резонансные программы, которые можно спокойно скачать на гитхабе, сделать из них частяк и, собственно говоря, использовать в атаке. Ну, и почему атрибуция? Вообще, если ты системный администратор в Африке, то когда у тебя какое-то рабочее место пингует Яру, вот надо уже напрягаться. Что что-то вот сейчас в кэше ДНСа пошло не так. Ну, кстати говоря, привет атрибуции. Вымогательство в одном банке. Да, собственно говоря, были истории, которые, ну, то есть не попадали под ни одну известную группу. Ну, в частности, пример, это дело было о вымогательстве в 2019 году. Тогда отделенный членов правления, банка, получил некие фотографии, которые… И в этих фотографиях было все очень плохо. То есть прям, ну, правда. То есть злоумышленник получил доступ к картам, он, соответственно, видит все внутренние таблицы, процессинга, он все знает, все умеет. Ну, в общем, короче, хана. При этом чувак требует выкуп. То есть он расскажет, как он это сделал, если заплатить определенную сумму. Ну, и, собственно говоря, топ оказался очень таким хорошим. Ну, и он вызывал экспертов, в частности, один из экспертов был я, с вопросами, что, как эта информация оказалась внутри, был ли при этом задействованы какие-то инсайдерские истории, либо это был просто Троян, либо вообще, ну, то есть каким образом вот этот… причем там было письмо, то, которое писал злоумышленник, он реально излагал свои мысли, как цицерон. То есть я такой великий, я вас взломал. Так вот все же было. И надо же было отвечать на вот эти вопросы. Самое прикольное, что ответ на этот вопрос был следующий, что злоумышленник получил доступ к святая святых, используя уязвимость в бизнес-приложении. То есть, вы знаете, есть стандартные вот эти вот весы между безопасностью и бизнесом. И в какой-то момент… То есть все было хорошо, система была хорошо, она была настроена. Но в какой-то момент безопасность дала слабину, и бизнес попросил, чтобы в мобильном приложении показывались там состояния счетов. Вот. И это состояние счетов должно было показаться без… Про телефон говорим без того, чтобы пользователь прикладывал палец. Ну, с одной стороны было удобно, с другой стороны очень хреново, иди, ребят. Ну, и вот из-за этой маленькой ошибки, то, что бизнес все-таки прогнул безопасников, получился инцидент. Ну, и, собственно говоря, злоумышленник уже там… Одним селек запрос, второй селек запрос, третий, значит, там файлик бросил, получил права. Ну, в общем, прошел как раз через эту дырку. Если говорить про самые громкие истории, то в конце 2019 года… То есть уязвимость была известна где-то в августе, но осенью, там, в ноябре, в декабре 2019 года началась эта штука повальная. Есть CVE, которая работает в такой вещи, которая называется VPN через HTTPS. То есть яркий пример – это пульс VPN. Для него появилось огромное количество исходников для того, чтобы атаковать прям реальные VPN, то есть IP-шники, которые в интернет смотрят напрямую. И что началось? Начался полный кошмар, потому что количество инцидентов, связанных с этим уязвимостям, у нас было, скажем так, больше трех. Их реально было много. Проблема заключалась в том, что во время расследования первого кейса у нас все следы вели на домашний компьютер пользователя. То есть инцидент в банке начался из-за того, что пользователь из своего дома, со своего компьютера подключился в VPN и начал сканировать сети, создавать файлики на рабочих машинах и так далее. Когда этот компьютер все-таки удалось изъять из его дома, то на нем ничего не было. Оказалось, что злоумышленники, используя вот эту уязвимость, они просто внедрились в сессию пользователя в VPN. То есть им был известен их пользовательский логин и пароль, они вытащили это из памяти VPN сервера и могли совершенно спокойно от его имени логиниться на другие тачки и делать там всякие прикольные дела. Причем чувак реально вообще ничего не виноват. То есть служба безопасности ему не верила. А он реально оказался не при делах. Если говорить про как с ОКОМ приходилось работать, то была очень забавная история, что был один инцидент, и, собственно говоря, я как часть команды из лаборатории участвовал в нем. И мы нашли другой инцидент. И дальше оказалось следующее, что я уже знаю, что у меня есть номер телефона начальника СОКО, и я ему просто там буквально с первого на пятый этаж звоню и говорю, слушай, там у вас еще один инцидент. На что ответ такой, слушай, я еще тикет пишу, а ты уже здесь, ты уже мне звонишь. Как так происходит? Соответственно, в СОКОМ тикет был заведен. Ну и, собственно говоря, дальше просто все артефакты, которые уже форенсик-тим собирал, они просто туда все копировали. И в результате у СОКОМ получилась огромная-огромная вся история инцидента. И это было очень важно, потому что потом на этих тикетах уже были сделаны конкретные шаги для того, чтобы больше этого не повторялось. Ну и последняя история – это 19-й, уже 20-й год. Это уязвимости в Цитриксе. И здесь очень важно знать, что есть такая группа, Финсел, она же Карбонак, мы ее называем, то вот она уже очень активно это все использует. И проблема для финансовых институтов здесь в следующем. Что ПульсVPN, что некоторые варианты VPN-ов, которые стоят в финансовых организациях, тот же самый Цитрикс, например, то обновление его – это очень больно. Плюс еще, если говорить про как-то физически, например, тот же самый ПульсVPN или HTTPS, VPN через HTTPS выглядел, это было такие две большие железки. Их обновление – это очень дорого и долго. Потому что, опять же, чтобы тебе их найти, тебе их нужно будет тупо выключить. А если ты их выключаешь, у тебя, соответственно, панк полностью уходит в офлайн. Соответственно, у тебя не работают ни связи с другими процессингами, у тебя не работают связи с другими банками. В общем, все полностью вырубается. Но это все-таки необходимо делать, потому что еще раз злоумышленники идут по этим всем уязвимостям. Мне пришлось это вставить в презентацию. Итого, я рассказал основную статистику. Я рассказал про статистику выездов, рассказал сложные случаи на реагировании, где мы плотно работали с тем же самым соком. Ну и остались рекомендации. Но вот я бы заменил рекомендации просто на выводы. Выводы следующие. Количество массовых угроз идет на спад. Еще разок. Шанс того, что вы в интернете встретите вирус в 2020 году, будет около 20%. Это в несколько раз меньше, чем 10 лет назад. Угрозы становятся либо совсем сложными, либо совсем легкими. Если говорить про сложными, то это те же самые карбонакеры, которые сканируют VPN и используют уязвимости, чтобы пролезть через внешний периметр. Легкие – это пример того же самой социальной инженерии и звонки физическим лицам с целью выведать одноразовые пароли. При этом нужно понимать, что злоумышленники, опять же, переключаются на другие регионы. И то, что вы говорите про thread intelligence, например, то, что в одной регионе он очень важен, в другом не очень важен. Вот как она говорит, по пробанке не имеет значения регионы. Соответственно, эти все индикаторы, они актуальны для всех регионов. Потому что сканер интернета у тебя, он работает по всем. И уязвимый оборудование у тебя везде. Если говорить про обнаружение, где работают соки, то сок самое важное, где он работает, это он по моменту распространения по сети. То есть, да, злоумышленники смогли проникнуть через VPN. Да, злоумышленники могли положить файлики на какие-нибудь старые операционные системы, типа Windows 2003 какой-нибудь. Но дальше уже вступал в действие сок. И дальнейшее распространение по сети они блокировали. И вот тогда заводили инцидент, и уже приезжал я. Надеюсь, я вам рассказал, что здесь произошло в 2019 году с точки зрения лаборатории Касперского. И можно спеть дополнительные песни. И для этого предлагаю вечером собраться в караоке и выпить коньячку. И послушать еще более охренительных историй про то, как трет-тимы и блю-тимы сражаются без глаз, а глаза для этого используют трет интеллигенс. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.